И в завершении выпуска «Творчество объединяет» во Дворце культуры Арктика состоялась акция «Ночь искусств». Для гостей и жителей округа организаторы подготовили интересную музыкальную программу, различные мастер-классы и фотозоны. На масштабном мероприятии побывала Людмила Сидейская. О начале «Ночи искусств» возвещают музыканты ансамбля Дворца культуры Арктика и эстрадно-джазовой студии «Импровиз». Сразу после для гостей проводят танцевальный конкурс, в котором участвуют как взрослые, так и дети. В фойе первого этажа развернули творческую площадку. Здесь для посетителей проводят различные мастер-классы, например, мыловарение. Ребята, сейчас добавляем три гамма цвета, если мало, можно добавить еще. Процесс изготовления мыла довольно прост. В готовую специальную основу добавляют краситель, ароматизатор и выбирают понравившуюся форму. Всего полчаса и можно забирать готовый продукт. Помимо мыловарения здесь проводят такие мастер-классы, как роспись по дереву, валяние шерсти и даже квиллинг. Это вид искусства, где из тоненьких бумажных полосок крутят различные цветы, элементы и создают рисунок. Сегодня мы делаем магниты. Магниты на такой деревянной основе. Это так как у нас сегодня трехмиллиметровые полосочки, они очень сложные в работе, в отличие от пятимиллиметровых, например, да, то очень просто, все очень просто. Нужно взять пять полосочек, сделать из них элемент, собрать цветочек или листик. Ну и в принципе магнит готов. Еще один интересный мастер-класс – тапиари или дерево счастья. Своими руками за короткое время можно сделать оригинальную композицию. В ее изготовлении используют множество цветов и применяют различные формы. Такая поделка украсит любой интерьер. Сегодня мы попытаемся с каждым участником создать оригинальный дизайн тапиария, который подойдет каждому человеку и по характеру, и для души, и для своего дома. Одна из самых популярных площадок – гончарная мастерская, где из глины можно слепить колокольчик, животное или смастерить пиалу. Такая обширная, развлекательная и обучающая программа мероприятия никого не оставила равнодушным. Очень интересно в том, что много сделали кружков развлекательных. То есть дети могут заняться хоть чем-нибудь. После спектакля они могут пойти, поделать своими руками. Это очень интересно. Они развивают моторику свою рук. Приятное времяпрепровождение, тем более с ребенком. Столько интересного. Замечательный концерт посмотрела я. Ну, послушали мы вообще. Вот музыканты меня поразили. Сыграть на русских народных инструментах. Такую музыку. И много интересного для детей, конечно. На третьем этаже – фотозона. Интерьер подготовили профессиональные художники и дизайнеры Дворца культуры Арктика. Одна из самых необычных и интересных площадок – живая картина. Мы готовились к этому довольно долго. У нас были репетиции. Там подборка костюмов, какие-то краски подбирали. Сначала выстроилась очередь. И всем понравилось. И сказали, что это очень необычно и хорошо, очень красиво. Зона конструирования тоже находится на третьем этаже. Дети вместе с родителями создают различных роботов, а малыши строят фигуры из деталей. В общем, все посетители заняты делом. Ведь каждый может найти себе занятие по душе. По словам организаторов, Ночь искусств каждым годом пользуется большим интересом у жителей округа. В этот раз, в 2018 году, я считаю, акция самая обширная, самая масштабная. Мы знаем, что она пользуется большим интересом у жителей города. Поэтому мы ее разместили в фойе первого, второго, третьего этажей. Теперь мы можем принять намного больше людей. И, соответственно, намного больше площадок различных было подготовлено в этом году. Всего всероссийскую акцию, которой Ненецкий округ присоединился уже в четвертый раз, посетили более трех тысяч жителей Заполярья. Финальное творческое мероприятие в регионе отметили с размахом.